Начинается программа «Особое мнение». Всем здравствуйте, меня зовут Владимир Сметанин. За своим особым мнением сегодня в нашей студии Николай Пихтин, член общественной палаты Кировской области. Николай Анатольевич, добрый день. Добрый день. Напоминаю вашим слушателям, что на сайте хакирова.ру есть аудио и видеотрансляция нашего эфира. Кроме того, зайдя на наш сайт, вы заранее можете узнать, кто у нас будет выступать в «Особом мнении». Если у вас есть вопрос, вы можете с помощью специальной формы эти вопросы задать. Эх, погоды-то какие стоят, да? Да, погодка чудесная. А еще и северное сияние. Ой, я жалею, вчера не удалось сфотографировать, да. Я узнал об этом явлении от звонка, по звонку от родственницы, которая живет в Апаринском районе. Да, вчера были фотографии из Слободской, Белохолуницы, даже по всей России из Калуги были фотографии. В общем, накрыло. Накрыло, да. Я предлагаю программу начать с обсуждения событий последних часов буквально. Вот несколько часов назад стало известно, что депутат от Кировской области, депутат Государственной Думы Сергей Доронин внес в Госдуму законопроект о приостановлении капремонта до 2020 года. Об этом Сергей Александрович написал в своем в твитре. Не капремонт, а сбор. Да, сбор. Как оцениваете? Ну, я считаю, правильно, потому что закон, с моей точки зрения, недоработан. Есть много моментов непонятных. Мы, так сказать, общественники у себя в своей среде обсуждали неоднократно. Действительно, проблем очень много. Непонятно. Я, например, могу такой факт сказать. По моему дому мы посчитали, у меня платежки приходят на 600 небольших рублей. Примерно через 10 лет капремонт дома, за это время соберется сумма миллион рублей. Это на пару дверей хватит, может быть. Совершенно неоправданно, да, на Ваш взгляд? Да, непонятно, конечно. Кроме того, надо учитывать, что на примере моего дома, когда мы его приватизировали, то город его сдал в ненадлежащем виде, то есть не были отремонтированы коммуникации и так далее. Жаловались? Жаловались, пытались, да, и там, по-моему, до сих пор судебные оттяжбы идут. Еще пытается наша управляющая компания все же это делает поправить. Ну, вот сейчас до эфира Вы сказали, что, возможно, очередное заседание дискуссионного клуба, да, будет посвящено капремонту? Да, вот мы как раз решили, 26 марта у нас будет обещание, тема будет платить ли за капремонт, и мы будем раскрывать как раз тему платить, не платить, как платить и другие формы. Вот мы, кстати, при обсуждении темы как раз выявили, что, оказывается, могут быть еще иные формы оплаты за капремонт. Вот это, например, через страховые компании, через систему кредитов в банках и так далее. То есть, эти все варианты нужно в законах предусматривать и людям давать право выбора. И еще одно событие вчерашнего дня, вернее, вчерашнего вечера. Накануне состоялся круглый стол, который участвовала, организовывала, вернее, известная ассоциация «Голос», которая следит, в частности, за обстановкой на избирательных участках. Вы присутствовали на этом круглом столе. Что там обсуждалось? Да, я был. Обсуждалось, как бы, проблемы те, которые возникают во время выборов, как в предвыборной борьбе, так и непосредственно в день выборов. Были, вот, в частности, там у них в Черновиках было такое предложение, и я вчера его озвучил. Я считаю, с моей точки зрения было бы правильно, если бы НКО разрешили своих представителей, как наблюдателями, делать, а может быть, даже вообще в избирательные комиссии, чтобы они входили. Подождите, это Ваша инициатива, или Вы её просто озвучили? Я её расширил, как бы. Она у них в Черновиках была написана, но, как бы, во время дискуссии-то её не поднимали. Я её поднял, как бы, и озвучил. Расширили, в смысле, изначально-то в каком виде она была? Просто как наблюдателя. А мне кажется, что даже и в избирательной комиссии НКОшники должны иметь доступ. Почему именно НКО? Ну, это более активная часть общества нашего, более такие люди, грамотные, мне кажется, польза была бы. Здесь, естественно, обязаловки не будет, то есть, каждый НКО имеет право этим заниматься. А, собственно, сами-то НКО будут согласны? У нас в городе, да, порядка, по-моему, 40 НКО, которые занимаются проблемами выборов. Они есть, да, и такие люди найдутся. Только единственное, что там условия, конечно, надо ставить. Я считаю, что НКО должно быть, какой-то срок отработать, должно показать свою деятельность, а не просто так вновь народившиеся, у которых там один человек, два состоят, чтобы не было вот таких... Да это инициатива, она на каком уровне может быть утверждена? Это сейчас, значит, мы вчера обговорили. Скорее всего, на одном из заседаний комиссии общественной палати мы этот вопрос поднимем и попробуем привлечь депутатов, и попробуем сформулировать это. Потому что это можно решить... Депутатов ЗАГС собрания? Да, потому что это решается на региональном уровне, и, как вчера было озвучено, что в ряде регионов России такое уже есть. То есть мы не первопроходцы, мы, собственно, есть опыт, и можно последовать этим примером. Хорошо. Теперь я хочу вернуться уже в сегодняшний день. Как известно, сегодня, 18 марта, в 5 часов вечера на Театральной площади начнется патриотический митинг, посвященный празднованию годовщины со дня вхождения Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации. Устраивает боевое братство. По оценкам, точнее, по подсчетам организаторов планируется там на Театральной площади собрать порядка трех тысяч человек. Но, как известно, подобные мероприятия в эти дни проходят по всей стране. Вот буквально вчера я погуглил, что называется, не слишком пришлось стараться вся эта информация на поверхности. Вот какая ситуация складывается с этим митингом, например, в Архангельской области. Цитирую я текст с сайта обозреватель.ком, вернее, это не текст, а буквально фотография. Распоряжение, или, вернее сказать, письма Министерства культуры Архангельской области руководителям подведомственных учреждений. 18 марта в 17 часов на площади Ленина, этого Архангельска, состоится митинг, посвященный присоединению Крыма. Приглашаем вас принять активное участие в этом митинге и организовать участие работников вашего учреждения. Обязательная квота для учреждений культуры по 20 человек, для образовательных учреждений по 50 человек. Ну, надо сказать, что по неофициальным данным подобные письма существуют и в нашей области. Нет, я считаю, вот такие квоты и такие обязаловки, это вообще недопустимая вещь. Конечно, я не против того, чтобы, допустим, администрация свои подчиненные, какие-то подразделения или другие коммерческие структуры даже проинформировала и сказала, что вот, будет митинг, пожалуйста, приходите. Это, наверное, нормально. А какие-то квоты, вот такое сгонять людей, ну, я считаю, это неправильно, недопустимо. Там в письме из Архангельска вот еще есть пункт о том, что назначить на каждом предприятии ответственного, предоставить его фамилии, фамилии, имя, отчество данные, мобильный телефон, должности, для того, чтобы можно было оперативно связаться и узнать, сколько человек придет. Ну, это, ну, как говорят, такая уже заряженная фраза, это совковые дела, я считаю, это абсолютно неправильно, недопустимо. Это, понимаете, получается лжемитинг. Людей стянут, неизвестно, они внутри себя убеждены в этом, в том, что митинг по поводу чего проводится или нет. Действительно, должны прийти люди, те, которые, как бы, это поддерживают, одобряют, ради бога, и пусть они имеют право собраться, пусть собираются митингу. Ну, надо сказать, что наша редакция располагается в районе театральной площади, мы прекрасно видим, что театральная площадь уже перекрыта, очищена машина. Да, я сейчас шел, видел, у меня сейчас вот в 3 часа будет еще круглый стол, а потом я схожу на митинг, просто как фоторепортаж такой сделают. Ну, а в целом-то Ваше отношение к такого рода мероприятию? Нет, я говорю, что те, которые, как бы, это поддерживают, они имеют право собраться и проводить мероприятия, и ради бога. То есть это позыв души должен быть каждого конкретного человека? Безусловно, да. И те, которые против, они тоже имеют право собраться, и пусть собираются и заявляют о себе, ради бога. А численность здесь пришедших играет какое-то значение? Ну, будет это 10 человек, 100 тысяч, 2 тысячи? В данном случае, да, да, играет, конечно. Играет? Да. Потому что, ну, если соберется порядка 3 тысяч, то в этом случае, как бы, ну, область, я так предполагаю, что она не выбьется из общего контента всей России. То есть примерно так вот и будет по всей России, скорее всего. Только средства, какими средствами это достигается, о чем мы говорили, или сгонять людей, или же от души люди приходят. Ну, давайте еще раз повторю, мероприятие сегодня в честь годовщины присоединения Крыма начнется сегодня на Театральной площади в 5 часов вечера. К другой, менее радостной теме хотелось бы перейти к теме падения снега и льда на головы. Последние недели очень трагичными выдались в этом отношении. Ну, давайте я начну все-таки с города Слободского, да, накануне стало известно, что следственное управление Кировской области все-таки возбудило уголовное дело по статье «Халатность в отношении чиновников администрации города Слободского». Ранее аналогичное дело было возбуждено на чиновников Кировской администрации. Конкретные фамилии не называются, но, как заявил глава следственного управления Григорий Житинев, речь идет о заместителях глав администрации, которые отвечают за сферу ЖКХ. Ну, давайте, собственно, комментарий по поводу возбуждения. Ну, во-первых, в Слободском девочка скончалась, что очень жалко, я приношу свои соболезнования родителям, родственникам, очень жалко, конечно. То, что произошло, на самом деле, это, скорее всего, системно произошло, потому что я уже говорил здесь у вас в эфире о том, что у нас в Кировской области снега падает, ну, не первый раз за тысячу лет, они каждый год бывают. Кроме того, значит, не на слуху и не на паблике еще другая ситуация, сколько травмированных поступило в травматологию нашу со сломанными руками, ногами и так далее. Вы имеете в виду от падений? Да, от падений, да, скользко, 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 да. Дальше были случаи, когда сосульки, там, снег падал на взрослых людей, которые как-то травмировались и обращались в травматологию. Это как бы прошло незамеченно, на самом деле. А то, что наказывают чиновников каких-то подразделений, это совершенно верно, и Следственный комитет правильно все делает, и надо, наверное, еще жестче здесь поступать, и контроль усиливать. А то, что касается глав муниципалитетов, то здесь я бы хотел отметить очень важную вещь, что одним из первых обязанностей и пунктов глав муниципалитетов всех уровней, это обеспечение безопасности жителей. Если не справился, уходи. Глава муниципалитета, это глава города? Глава города, мэр города. Первый депутат, так скажем, думал. Ну, у нас их два вообще-то, как бы, по большому счету их два получаются. То есть и мэр, и, ну, если по Кирову взять, и глава администрации. Ну, глава администрации у нас новый, недавно пришел здесь, к нему какие-то претензии сейчас довольно сложно предъявлять. А это другие города, это же Слободской, например. И то, что там с Рычковым получилось, то, что он подавал в отставку, и депутаты его не отпустили, то здесь, кажется, оно не совсем правильно. Депутаты, мне кажется, должны были поддержать это. Ну, а раз не поддержали, то сейчас Рычкову надо принять кардинальные меры для того, чтобы эту ситуацию, в принципе, в корне исправить. Чтобы на будущий год даже близко ничего подобного не было. Если он справится с этим, ну, дай бог. Ну, как известно, в эту субботу, 21-го числа, ЛДПР устраивает, да, тоже митинг. В Слободском, все-таки за отставку главы города Евгения Рычкова, в частности, один из организаторов этого митинга, депутат собрания Николай Дубравин, заявил буквально о том, почему, собственно, Рычков воздержался на этом голосовании. Ну, там какие-то интриги были, наверное. Да, почему он не проголосовал? Там было 10 голосов за то, чтобы он остался, 6 против и трое воздержались. Всего 19 депутатов Слободской думают. Вот почему сам не голосовал? Как оцениваете это протестное мероприятие, которое состоится? Трудно сказать. Нет, протестное мероприятие, я, понимаете, я всегда исхожу из такой логики, есть люди недовольные чем-то или довольные, как вот мы говорили про сегодняшний митинг, они имеют право собраться, высказать свою точку зрения, задача власти прислушаться, услышать это и что-то скоординировать в себе. Это нормальная практика. Я не знаю, 21-го у меня получится или нет, мне приглашение они прислали, я вчера разговаривал, может быть, я съезжу, тоже посмотрю, как идти на жители выйдут, что будет. Там насколько многочисленный митинг. Слободскому тяжело собираются такие вещи, но ситуация-то серьезная. Ну, читая интернет, много очень положительных, так и отрицательных отзывов о деятельности главы Слободского. Да, здесь неоднозначна вся ситуация. А как оцениваете поступок главы администрации Слободского Сергея Кашина? Он-то сразу после падения ушел. Нет, мне кажется, учитывая то, что я сказал, что одна из важнейших их задач – это обеспечение безопасности жителей города, и они ее не выполнили, то я считаю, это правильно, когда выходит в отставку. Какие бы хорошие они, управленцы, и не были. Но тут это не самоцелью должна быть отставка. Пришедший вновь на их место, он должен обеспечить, чтобы этого не повторялось. Ваше, так скажем, чувство справедливости было бы удовлетворено, если бы такая ситуация в нашем городе произошла? То есть главы, отцы города нашего. Я считаю, да. И, кстати, я хотел бы заметить, для меня это, допустим, непонятно как-то и странно очень. У нас по поводу того, что в городе происходило с падением снега, сосульев и так далее, Быкова вообще нигде не видно, не слышно. Я не видел никаких заявлений, никакой-то обеспокоенности, ничего. Я понимаю, может быть, как у человека у него есть, но на паблике-то, во всяком случае, я этого не видел. Владимир Васильевич сейчас в таких торжественных тонах приглашает кировчан принять участие в субботниках. Первый городской субботник состоится 28 марта. Ну, про это уже разговаривали, это тема отдельная, очень долго про это можно говорить. Уход, точнее, лишение должности руководителя муниципального сайтика 147-го и увольнение Кадычагова, эти решения перескутывают? Мне кажется, правильные шаги, правильно так и должно быть. И пришедшие на их место чиновники должны понимать, что в случае чего они тоже самое будут подвергнуты. Тут ведь был еще рейд 14 марта, незапланированный, точнее, внеплановый. Владимир, я когда прочитал проект рейд, я опять вспомнил, о чем говорил, что у нас как будто впервые за тысячу лет снег выпал. Постоянные эти рейды должны проходить и организовываться, и город для этого, администрация признанчена, что все это контролировать и ходить, пинать кого надо. Там цифры, конечно, на мой взгляд, опять-таки подозрительные, более 4 тысяч домов за день было обследовано, проверено, крыши. Там, правда, более 200 чиновников участвовали. 200 чиновников, это примерно 40 домов, в принципе, это реально вполне... То есть по 20 на человека получается? Да, по 20 на человека, пройтись, посмотреть, как в состоянии, это нормальная ситуация, почему нет? Я напомню, что это особое мнение Николая Пихотина, члена общественной палаты. Итак, мы продолжаем. Вот я хотел бы перейти к другой тоже потенциальной угрозе, которая у нас существует. Я имею в виду собак. Это те, которых есть хозяева, и бездомные собаки. Вот опять-таки новость с сайта администрации города Кирова. В прошлые выходные терроруправление по Первомайскому району провело рейд в Александровском саду. Инспекторы провели профилактическую беседу с владельцами собак, которые выгуливали питомцев без намордников. И по ободков. У нас в законе об административной ответственности в Кировской области предусмотрен штраф за эти вещи. Вот я лично регулярно, в любое время суток наблюдаю эти картины, когда владельцы собак выгуливают своих питомцев, опять-таки не соблюдая эти меры. А сейчас весна, да? Понятно, что с животными происходит. И случаи нападения на людей у нас фиксируются регулярно. Вот новость вчерашнего дня, да, о том, что 8 марта в Налинском районе соседский пес направо напал на 6-летнего мальчика, как выяснилось. Не у нас в стране, где-то было то ли в Новосибирске, то ли в Чите, где-то там серьезно пострадал человек, куда собаки напали. Как выяснилось, раньше эта собака за несколько дней до этого инцидента, ее покусала лиса, бешеная. Соответственно, анализ на бешенство положительный дал результат у собаки. Что сейчас будет с мальчиком, непонятно. Вот как вот, как с этим? Ну дай бог, что мы с этим вылечили. Нет, дело в том, что вот такую профилактику с собаководами проводить безусловно надо и чаще. И не только первомайских стадий, вот что интересно, по первомайскому району, они вот в смысле проверок, по-моему, самые у нас активные. Я постоянно слышал, на всяком случае в СМИ, они провели такую проверку, такую, другие районы, тишина какая-то. Как будто никто ничего не проводит, хотя можно не проводить. По собакам надо, конечно, профилактику проводить и какой-то период наступить, что будут их штрафовать, наказывать и так далее. Но здесь речь идет не столько про собаководов, вот этих собак, а сколько про бездомных, когда они с таями собираются и бегают. Здесь должна быть, скорее всего, на мой взгляд, должна будет подключиться полиция. Потому что есть дежурные, постовые, которые ходят в свои участки, смотрят. И я знаю, у меня на дружбе бывает, что и собаки там по 7, по 10 собираются, с таями носятся. Это бывает, они лают на весь район, все слышат, кроме полиции. Здесь, наверное, надо принимать какие-то меры. Потому что мы до беды можем дожить. Ну, не знаю, насколько это, конечно, подведомственная полиция. Но, как известно, у нас же существует в городе организация, которая должна заниматься отловом. Нет, ну, если в 11 ночи вдруг эти собаки собираются, то самое дело полиции среагировать, как их блокировать, вызвать, кто занимается этим отловом, их пригласить, поднять из постели, их вытащить, что-то сделать. По-моему, история, рассказанная вице-спикером ЗАГСобрания Мариной Сергеевной Сазонтовой, когда, да, полицейский прибыл по такому вызову, когда, ну, собака себя агрессивно вела, и полицейский просто-напросто не мог что с ней сделать, чтобы пристрелить, он ее сказал, что ли. У них нет полномочий, как выясняется. Нет, я говорю, они могут вызвать тех, кто этим занимается, у кого есть полномочия, что-то с ними делать. Я, кстати, у меня был, я раз звонил в полицию, потому что ночь действительно там из стая, я не знаю, там 10-12 бегала. Повсюду на двору, я в коллекционную, где-то в час ночи я уже не выдержал, позвонил в полицию. Вот не случится ли здесь, как в случае с падением снега и льда, произойдет какая-то трагедия? Ну, похоже, мы ждем, пока она произойдет. И люди зашевелятся. Конечно. Если ведь посмотреть статистику, изучить эту ситуацию по стране, то у нас же регулярно появляются сообщения о том, что где-то и летальные случаи бывают, да? Нет, здесь роль как раз и СМИ, и общественности, что и людей информировать, и власти подталкивать, что надо что-то делать, серьезно этим заниматься, а не случайно там время от времени рейдики проводить. Хотя рейдики сами по себе полезны, я повторюсь, но эта система должна работать. Может быть, все-таки ужесточить наказание за эти вещи? Оно есть. Там сложно поймать, доказать, зафиксировать. Они, наказание есть, там, по-моему, если мне память не изменяю, там 2000 штраф предусмотрено. Но пока власти наши, во всяком случае, как я понял их, разговаривая с ними, что они хотят профилактику пока провести, людей предупреждать. Пока уговорами. Уговорами, да, что через какой-то период начнем штрафовать, а пока, значит, как бы имейте в виду вот так и так. Да, просто сейчас всем понятно, что непростая экономическая ситуация, может быть, вот за счет массового денежного, так сказать, взыскания, может быть, можно поправить эту ситуацию? Нет, или это все-таки уже не ради денег должно делаться? Нет, это не ради денег, должно делаться, это ради нашей с вами безопасности. Потому что, по большому счету, никто не застрахован, что там мы не нарвемся с вами на какой-то стае собак. Давайте еще одну безрадостную, да, сторону нашей жизни затронем. Я имею в виду брошенных младенцев. Тоже в начале марта информация появилась. А, это по бэби-боксам, да? Да, по бэби-боксам от следственного управления Киевской области. Главный следователь региона направил губернатору Никите Белых письмо с предложением установить бэби-боксы. Эта идея обсуждалась в том числе и в рамках комиссии по здоровому брусу жизни, да, в общественной палате. И общественная палата, собственно, эту тему одобрила, но предложила ограничиться не одним там или двумя бэби-боксами. Такие устройства, по мнению ваших коллег, должны появиться в каждом райцентре, в крупном городе. Как вы оцениваете инициативу? Нет, мне кажется, это нормальная инициатива. Странно, что она пошла в следственного комитета. Нормальная инициатива... Нет, на самом деле в следственные комитеты обратилась организация из Перми. Общественная организация вышла на наше следственное управление, как и на следственное управление других регионов. Нет, я знаю, мне кажется, нормально все. Единственное, что здесь опять же роль информированности, что проинформирование, потому что на самом деле часто случаи, когда подбрасывают детей или что-то с ними, не дай бог, делают ненормальное. Поэтому, наверное, это будет для идишек лучше, конечно. Мы общались в эфире с руководителем этой общественной организации. По ее словам, стоимость бэби-бокс порядка 400 тысяч рублей. Вот как раз-таки в Перми они и делаются. Вопрос спорный. Я смотрел по этому тему. Там есть несколько предварителей и разные варианты есть. Но здесь, наверное, жили не на деньги, в данном случае, когда речь идет о жизни, дороге детей. И одно у меня сомнение какое-то закралось, когда вот эту тему подняли. Как бы мы не спровоцировали этим самым безумных мамаш, которые, может быть, она и оставила бы ребенка у себя, но зная, что если бэби-бокс, она сходит и отдаст. Как бы их не спровоцировать, наверное. Сходит или съездит. Потому что бытует мнение, что такая мамаша, неразивая она за многие-многие километры, бэби-бокс, ребенка не повезет новорожденного. Она его пытается умертвить, простите, на месте. Да, да. А когда он здесь есть, то как бы их не спровоцировать на это. И тех, которые как бы и не думали, то узнают про это. Ну, не думай, что это массово будет. Я не имею нормальную инициативу. Ну, кстати, ведь есть статистика. Бэби-боксы у нас в стране стали появляться 4 года назад. И вот за эти 4 года всего лишь 20 случаев было. Ну, да, я говорю, есть в разные города. Массово не носит. Каждая жизнь дорога, поэтому есть масло. А где деньги-то брать на эти вещи? Ой, давайте, мне кажется, в данном случае про деньги не надо речь ставить. Мне кажется, надо делать и все. Ну, нет, все-таки сбор какой-то объявляет неравнодушных или... Она параллельна, все. Часть бюджет найдет, часть областной, часть муниципальный бюджет. Может быть, сделать и сбор. Я вот сегодня, завтра буду в общественном палате. Я, кстати, хорошие мысли, я переговорю с ними. Может, эта комиссия организует. Какой сбор какой-то дополнительный средств. Откроет где-то там счет и собирает ради бога. На ваш взгляд, хотя бы один попытаться, да, установить, посмотреть, как это будет работать? Да, в Кирове у нас... Ну, не один, у нас в Кирове, по-моему, три роддома, да? Так вот, три. Мне кажется, надо уж комплексно решать это, а не так, что в одном месте. Я напомню, что это особое мнение члена общественной палаты Кировской области Николая Пихтина. Давайте сейчас прервемся на небольшую рекламу, пару минут, и вернемся обратно в студию. Особое мнение на 100 дней. Дальше. И сегодня это особое мнение Николая Пихтина, члена общественной палаты Кировской области. Мы продолжаем. Хотелось бы перейти к теме, ну, не то чтобы центрального рынка, а теме вообще торгов. В последнее время про будущее центрального рынка мы много говорим, в частности, звучат мнения, что формат рыночной торговли ни в коем случае в Кирове закрывать нельзя, большие торгово-развлекательные центры не нужны, наоборот, мол, в кризисное время нужно больше ярмарок организовывать, мини-рынков, где бы практически любой желающий, да, мог либо фермер, либо обычный садовод-огородник, мог излишки своего труда, своей продукции выставить по приемлемым ценам. Вот накануне известие написали о том, что в Москве будет реализована инициатива при поддержке Департамента культуры, будет, в частности, проводиться такой ликбез граждан, как экономить в трудное время. Вот, например, устраивать совместные с соседями обеды. Складчину-то ведь дешевле получается, да? Это одна из идей. Другая идея, организация каждую неделю по выходным блошиных рынков, так называемых, да, где тоже любой желающий может прийти, выставить на продажу вещь, которая ему не нужна, там, попросить совершенно немного денег. Вот, как вам такие идеи, могут ли они иметь место в нашем городе? Инициативы нормальные, инициативы, и здесь, я насколько понимаю, что в Москве это делается через общественника, через НКО, а что значит поддержка, это система грантов должна работать. Нормальные люди пусть занимаются, делают, организовывают это все, и власть в этом смысле должна их, конечно, поддержать, мне кажется. А что касательно центрального рынка и по формату торговли, то здесь вопросы есть, конечно, я, честно говоря, сам пока как бы какого-то однозначного ответа для себя не вижу. То есть было предложение, что там разрешить продавать только продукты питания, за 5 вещи продавать. Причем местные там только. Да, мне кажется, местные, это неправильно, это ущемление уже, конкуренция и так далее, почему только местные? Ради бога, пусть из Вологды приезжают, Лагорское масло привозят, продают, почему нет? А насчет вещей продажи тоже вопрос спорный, я не знаю, у меня пока нет ответа какого-то однозначного. То, что блошинные рынки или вот такая ярмарка и все прочее, понимаете, по ярмаркам есть один нюанс, который мне, например, непонятен, и я не совсем. Когда здесь проводили, в частности, на театралке или у филармонии проходят ярмарки, я несколько раз бывал на них, неоднократно что-то покупал, но это получалось не ярмарка, по сути-то, а это выездная торговля, потому что все приезжали с фиксированной цены, поторговаться там нельзя. То есть стоит, лежит ценник? Ценник, все. И, собственно, ты уже заикнулся. Да, я несколько просто спрашивал, они говорят, а нам вот руководитель вот такой ценник дал, вот все, мы идем торговаться с ним. Это, наверное, не совсем правильно. Это как бы суть вот этой рынка, как бы ярмарки самой нарушает. Все же ярмарка это свободная торговля, плюс ярмарка надо иметь в виду, что она подразумевает под собой какие-то шоу-представления, какие-то выступления, музыка, песни, танцы и так далее, что-то. Так что здесь не надо путать, вот это боязная торговля, это боязная торговля, а ярмарка это ярмарки, это разные вещи. В последнее время ярмарки у нас переехали, по-моему, с больших площадей, сейчас она возле дворца пионеров. И там была, почему, было и на театралке, и дворца пионеров была, да. Но я говорю, это не ярмарки, это боязная торговля. Но может быть тоже на базе общественной палаты озвучить эту идею организации мини-рынков, как-то ее проработать, кто может туда попасть? Ну, надо подумать, но здесь, наверное... Каким-то связанным с департаментом развития предпринимательства и так далее? Нет, здесь, скорее всего, надо с городской администрацией сначала переговорить, то есть, как их позиция, может быть, они уже что-то намерены делать, поэтому, зачем здесь. Но я переговорю, я на себя беру, что я переговорю, узнаю, как бы их настроение по этому поводу. Ну, а может быть, у вас, может быть, уже есть какие-то конкретные места, где можно было бы... Ну, в каждом районе, наверное, минимум одна. Нет, понимаете, я, может быть, немножко неправильно скажу, но когда, по-моему, еще Мичурин говорил, что асфальт надо прокладывать там, где люди пришли, а не там, где выходите. Поэтому и мини-рынки надо делать там, где люди уже привыкли торговать, приходить, покупать, а не там, где администрация. У нас есть такой пример, на Карла Маркса и улице, какая там труда сделали, на углу бабули сидели, продавали на ящик, перевезли во двор, но в результате там во дворе пусто, просто алюминия, нити, нити, нити. Ну, кстати, в старину это называлось Попырёвский рынок. А, я не знал, не знал, да. Там на протяжении долгих-долгих десятилетий, собственно, было принято торговать, приходить. Почему, собственно, не сохранить эту традицию, придать ей какой-то... Я о чем и говорю, что что-то сделать, чтобы бабули вместо ящиков имели нормальные места оборудованные и так далее. А вы лично-то совершаете какие-то покупки на центральном рынке? На центральном, я, вот скажу честно, я очень давно не был. А вот на такие, на маленькие, я езжу, до вокзала езжу, именно в трансагентство езжу. Это бывает, да. Ну, посмотрим, как, конечно, будет ситуация развиваться. На центральном рынке, там, понимаете, какая-то атмосфера, ну, по мне, сложилась. Вот я захожу, я как-то неудивительно себя чувствую. Ну, как-то, не знаю, даже мне трудно сказать, в чем причина, но, ну, как-то не та атмосфера. Большое количество людей, какая-то суматоха, суета. Да-да-да. Вероятность того, что там сумочку могут... Это есть и уровень, вот все это оформление, вот все эти тротуары разбитые, все кривые лужи, постоянная грязь там и так далее. Вот все они, какую-то ауру создают, ну, довольно неприятно. Муниципальный предприятие, кстати, может быть, в муниципалитет вложиться все-таки, то это дело отремонтировать. Ну, сначала понять муниципалитету, что это надо делать. А уж вопросы безопасности, а та же полиция. Та же полиция. Все, конечно. Заставить, собственно, полиция есть там активно и бдительно. Нет, там полиция, там тоже вопрос с полицией, почему как бы не сделать, не переборщить и так, чтобы полиция не начала, так сказать, давить на торговцев и с ними контакты все-таки заводить. Крышевать. Крышевать, да, да. Называется. Да, 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 что-то крышевать там, ну, что-то их. Потому что вот я, насколько понял, разговаривал с одним из чиновников, вот что у трансагентства произошло, почему туда не пошли, там оборудованные места, все. Там тут же появился хозяин этого, все, и он тут же запросил деньги. Если бабуля бесплатно на ящике сидит, там надо деньги платить. Здесь она бабуля платить не будет деньги. Хозяин, если не секрет, он из какой сферы? Я не знаю даже. Криминальный или нет? Нет, нет, нет. Ну, чисто, типа, бизнес, мне кажется, это не совсем правильно. Просто надо свободную площадку оборудовать для бабули, открыть ее, и, пожалуйста, приходите и торгуйте. Как-то вот так надо. У нас остается совсем немного времени. Вот тему детского отдыха хотелось бы затронуть еще. Накануне состоялось очередное заседание правительства Кировской области, где в том числе обсуждались вопросы организации летнего отдыха детей. Ну, невеселые вещи там тоже прозвучали, ввиду непростой экономической ситуации. Планируется у нас все-таки сократить субсидирование на покупку вот этих путевок. Путевки подорожают. Планируется также сократить количество дней в сменах в лагерях. Вот, в частности, в загородных, оздоровительных, детских лагерях планируется сокращение смен с 21 до 19 дней. Имеют ли сейчас чиновники, не знаю, моральное право так экономить на детях? Насколько это критично? Ну, я считаю, что не имеют права. Более того, насколько я получил цифры, что в прошлом году отдохнуло 13 300 детей, нынче планируется примерно 7 600. То есть, практически в два раза меньше. Плюс еще дни сократят. Я считаю, что это недопустимо. И такие вещи, я как понял, сегодня губернатор возмущался, что это надо дело исправлять. Вопрос он проработать еще все-таки. Мне кажется, можно найти силы, средства и обеспечить отдых всех детей, которые желают. И, во всяком случае, прошлогоднюю цифру не уменьшать. И день-два, то, что сокращение, ну, оно вряд ли, что даст какой-то эффект большой. Ведь тут надо же понимать, если ребенок в летнее время находится без пересмотра, да, то ведь это и автоматическое увеличение каких-то происшествий. И счастье, и счастье. ДТП, не дай бог, да, с пострадавшими детьми. Я уж не говорю о том, что преступление закона со стороны подростков может иметь место быть. Нет, кроме того, часть этих подростков, они могут быть вовлечены в какие-то группировки там и так далее. Они могут вообще сойти, если вернуться с нормального пути. Нет, такие вещи нельзя допускать. Мне кажется, здесь губернатор решит вопрос, и, наверное, это все сделает. Но я думаю, что это еще один повод для общественной палаты тоже устроить некое обсуждение по этому слову. Согласен. Ну, завтра у нас пленарная будет поговорить на этой системе. Сейчас хотел бы я поговорить про молодежную общественную палату. Как известно, 20 марта завершается прием заявлений в этот орган. Мы приглашали руководителя молодежной общественной палаты, депутата Кировской городской думы, предпринимателя Павла Дорофеева в нашу студию. Он нам объяснял и пояснял, что это сугубо его инициатива, организация молодежной общественной палаты, что он ее финансирует на собственные деньги. Набирается сейчас 30 человек в возрасте до 35 лет. Нужен такой орган? Нет, ну, здесь говорить о том, нужен или не нужен, когда человек по собственному институту, по собственным средствам это делает, наверное, неправильно. Неправильно? Неправильно. Ну, он решил сделать, ну, пусть делает. Просто, наверное, нормально это смотреть и понять для себя, как бы, каждый человек. А если молодой человек, то сможет ли он туда войти и что-то сделать? И цели и задачи, как бы, эти, но опять же цели и задачи, тот, кто организует, он и определяет. Для чего это ему нужно? Это, наверное, Павла надо спросить, а для каких целей это он делает? Ну, дай Бог, что это были благие цели. И ради Бога, и пусть активность молодежи надо поднимать, конечно. Это же своеобразный кадровый резерв, в конце концов, на будущее. Люди будут представлять... Во взрослой общественной палаты в том числе. Да, люди будут представлять, как работает власть, будут более информированы, более, так сказать, грамотные, подготовленные. Но тут сразу же появились заявления о том, что тем самым Павел Трофеев зарабатывает себе какие-то политические очки. Вы понимаете, я не зря подчеркнул о том, что это, раз его личная инициатива, то он делает, ну, как желает. И у нас, значит, сразу появляются люди, которые хотят поуправлять, порулить этим и его направить. То есть его инициативу хотят направить. Нет, Павел, ты не так делай, вот так делай, а вот тут правильно, тут неправильно. Или вообще кошмарят, что говорят, что вообще это не надо. Но это его личное дело. Пусть он делает, молодец. Ну, кстати... Кстати, те, кто критикуют, я предлагаю, пожалуйста, создайте на свои средства альтернативную такую же палату. И поборитесь между собой, поконкурируйте. Очень интересно будет. Ну, Павел говорил о тех инициативах, молодежно-общественная палата у нас впервые появилась в 2009 году, Павел говорил о том, какие инициативы были, в том числе это региональный материнский капитал и предоставление беспроцентного займа в 200 тысяч рублей при, собственно, оформлении ипотеки. Они реально что-то делали, выходили на АЗС, депутатам уговаривали, убеждали и чего-то добивались. Вот еще одна новость, связанная с общественной палатой. В начале марта на сайте общественной палаты Кировской области появился рейтинг активности членов общественной палаты в период сентября прошлого года. 15 критериев в этом рейтинге. В прошлую пятницу в нашей студии была ваша коллега по общественной палате Марина Николаевна Кокорина. О нас как раз про этот рейтинг говорили. Вы там, кстати, одной из лидирующих... Нет. Номер один вы там по количеству выступлений в СМИ. Вот так вот. Я скажу честно, я особо не отслеживаю. Когда он только начался, там, вот, как бы, ну, эту формацию сделали. Мы много раз на комиссиях обсуждали этот рейтинг. Надо, не надо его. Ну, я считаю, нормальный рейтинг. Ну, польза-то в чём от этого рейтинга? Простым людям, общественной палате? Польза здесь простым людям, скорее всего, такая косвенная. А каждый член общественной палаты, ну, как-то о себе задумается и посмотрит, правильно ли он всё делает, достаточно ли он делает. А гражданам польза такая, что они будут знать, как общественник работает и будут думать на будущее. Но при всём при этом нет никаких механизмов для того, чтобы за плохую работу... Это общественная палата. Да, за плохую работу выгнуть, да, по-простому. Нет, здесь это общественная палата, этот вопрос у нас много раз обсуждался, здесь нюансы есть, система отзывов. Вот я принципиально сторонник того, что сама общественная палата никого отзывать не должна и не должна иметь право даже лазейки такой. Но есть иной механизм, это общественная палата, а вот через этот рейтинг она это и делает, она информирует НКО, который выдвинули представителей общественной палаты. И НКО должно задуматься, того ли они выдвинули, и спросить с него, слушай, ты почему не работаешь? А что не работают дальше, отозвать его и выдвинуть другого, они имеют право это сделать. Ну, соответственно, и это касается губернатора. И губернатор, конечно, да. Когда глава региона, собственно, изучают. Ну, я, насколько знаю, что губернатор уже смотрел этот рейтинг, для себя какие-то выводы сделал по активности. Повестка дня завтрашнего пленарного заседания уже сформирована. Какие там основные вещи вы знали? Я помню, естественно. На сайте же это все. Да, на сайте, на сайте, на палате все это есть. Завершается наша программа. Я благодарю гостя в студии, чье особое мнение мы сегодня выслушали, Николай Пихтин, член общественной палаты Кировской области. Спасибо. А вам спасибо. До новых встреч. До новых встреч, спасибо.